Сегодняшняя неделя называется Неделя Святых Отцов или Святых Отец на Церковно-Славянском. В эту неделю вспоминаются все те, кто вошли в родословие Христа. И мы в Евангелии слышали это родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. И перечисляется от Авраама от Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон, до Вавилонского плена до 586 год дальше перечисляется 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа самого тоже 14 родов. Так писали родословия для того, чтобы хорошо запоминать. Их запоминали наизусть. Их не писали в общем-то, хотя могли писать, но в основном запоминали наизусть. И для еврея знать свое родословие это значит принадлежать к этому народу, значит иметь, быть наследником обетований всех, быть наследником Святой Земли и быть наследником Царства Небесного. Поэтому евреи все очень тщательно винули свои родословия. На еврейском языке А эта книга Евангелие от Матфея, она изначально была написана на еврейском языке для евреев. Это будет звучать сепер толь дот, что означает книга по рождению. То есть не совсем так, как мы привыкли это понимать, потому что иногда такие книги по рождению, толь дот, они указывают не на предшественников твоих, не на твоих отцов и братцев, а на тех, кто из тебя произошел. И так в книге Бытия мы видим вот родословие Адама. У Адама не может быть никого родословия, у него нет никаких отцов и братцев, у него только есть один единственный Создатель, Господь Бог. И когда мы читаем это в Библии, то видим, что родословие Адама это родословие, это именно порождение Адама. То есть он родил Сифа, Сиф родил Еноха и так далее, и так далее. Идет родословие от самого Адама. Так вот, в данном случае, когда мы читаем родословие Христа, мы должны понимать должны, что, конечно, прежде, нежели Авраам был, говорил сам Господь, я есть. То есть он является началом и концом, Альфа и Омега. Из него все произошло, что произошло, как пишет апостол Ангелист Иоанн, Богослов. Все, что могло быть, оно все произошло от Христа. И поэтому родословие Христа, это не только его отцы и праотцы, но и он сам является началом этого родословия. Сегодня в апостольском чтении послания к евреям мы тоже слышали об этом же. Апостол Павел говорит о том, что все отцы, начиная там с Авраамом, перечисляю, что они жили верою в грядущее обетование. При этом сами они не получали даже обетование при своей жизни, но жили этим обетованием. Они жили тем, что еще не совершилось. Но то, что уже совершилось для нас сейчас, это рождение в мир Спасителя. А они жили этим и не получали обетование. Об этом сегодня много-много говорит в своем послании апостол Павел. Но они его не получали, потому что Господь нечто большее усмотрел для них, чтобы они не без нас стали наследниками этих обетований, чтобы вот в этой полноте и прошлого, и будущего, и настоящего совершилось, сошлось все в единой точке, в едином начале, которое есть Господь наш Иисус Христос. И в этом, конечно, великая слава. Рождество Иисуса Христа и Его родословие это для нас великая радость, потому что таким образом Господь вписывает всех нас в Своё родословие, в этот Сефер Польдот, Книгу Жизнь. И на самом деле, когда мы услышим Библо с Генезис, это та же самая книга Бытия. То есть, всё Господь творит для того, чтобы мы были с Ним, чтобы мы были с Ним нераздельно и неразлучно, чтобы мы были вписаны в Его родословие навсегда, чтобы Он стал нашим новым Адамом, от которого все мы рождены и рождены не для того, чтобы умереть, но для того, чтобы иметь жизнь вечную. Очень странно, когда люди понимают, что их ждёт смерть, что вообще всю нашу Вселенную, если изучают учёные, даже закон вывели, второй закон термодинамики, по которому следует, что вся наша Вселенная обозреваемая, видимая, исследуемая, и сами мы, все мы обречены на смерть. Все мы обречены на то, чтобы умереть. И вот Господь обречены мы по одной простой причине. По той причине, что источник жизни, он должен находиться в нас, в нашей душе. И Господь Бог должен находиться. Но поскольку Его там нет, то жизнь становится таким замкнутой, замкнутой системой, которая обречена на смерть. И только когда мы обретаем Бога, когда мы Его ставим туда, где Он должен быть в своей жизни, то жизнь меняется. И те законы фатальные, которые все мы знаем, они перестают работать, потому что Господь входит в эту нашу жизнь и дает ей то, чего нет. Поэтому то, что мы рождены, мы вписаны в родословие Христа, мы рождаемся от Него, как от нового Адама в крещении. Рождаемся и обретаем самое главное сих породичь. по сравнению с которыми все сокровища мира, они ничего не значат. Абсолютно ничего, потому что мир стремится к тлению. А Христос дает нам жизнь, которая не тлеет, которая, как говорится, сокровище, которое невозможно украсть, где воры не подкапывают и не крадут. Это сокровище небесное, сокровище, дающее нам веру и надежду, что наша жизнь так драгоценна для Бога, что Он пришел на эту землю, воплотился, стал человеком. Он стал человеком для того, чтобы соединить нас с собой, чтобы мы стали рождены от Него, как от нового Ада. Именно сегодня, в этот день, праздник имеет такой смысл, смысл Рождества Христова, смысл Его книги Рождества, книги порождения, это то, что мы вписаны в эту книгу жизни, вписаны кровью Господа нашего Иисуса Христа, соединившую нас навеки с Ним. С праздником вас, дорогие братья и сестры, с неделей святых отцов. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова